Ребята, привет вам из Индии. Это город Амрицард, столито северо-западного штата Пенджаб, преимущественно населенного сикхами. Вот обратите внимание, у меня шапочка, написано Golden Temple. Это главный сикхский храм, в который я сейчас пришел. Город расположен в 30 километрах к востоку от границы с Пакистаном. И, пожалуй, вот этот вот штат, Пенджаб, он имеет самую трагичную историю во всей Индии. Ну, как вы знаете, в 1947 году, в 1946-1947 произошло разделение Британская Индия, которая раньше состояла из Индии, Пакистана, Бангладеш и Мьянмы, Бирмы. И потом британцы все это дело разделили по культурно-этническому принципу. То есть Пакистану, Бангладешу отошли преимущественно мусульманские регионы, а Индии отошли преимущественно индуистские. Ну, что значит преимущественно? Тут повсюду жило смешанное население. Ну, кстати, единственное, кто относительно безболезненно отделился от Британской Индии, была Мьянма, Бирма, в которой 99% населения были буддисты, но так оно и осталось. Вот. В 1947 году в результате разделения Индии, Пакистана, Бангладеш около 20 миллионов человек были перемещены и стали беженцами. Примерно пополам, примерно 10 миллионов мусульман бежало из Индии в новосозданный Бангладеш и Пакистан, и примерно столько же плюс-минус индусов бежало в Индию. Причем, что интересно, что касается сиххов, в этом штате Пинжак, сиххов 58% населения. То есть порядка 20 с лишним миллионов. Но когда-то было больше сиххов в Пакистане, в городе Лахор и вокруг, чем даже здесь. Но после разделения Индии, их там стали преследовать, начались межмешнические конфликты, столкновения, грабежи, убийства. И большая часть индуистов, 99% сиххов, бежали сюда. Кстати, самая большая община сиххов за пределами Индии находится в Канаде. Там 900 тысяч сиххов. При посещении храма тут есть свои правила. Мало того, что надо снять обувь, вот я ее несу с собой, надо снять обувь, надо еще на голову надеть вот такую вот штуку, и там написано Golden Temple. И потом, входя в храм, помыть ноги. Первая попытка захода в храм не удалась, вот из-за моей обуви. Я просто когда сюда заходил, мне вот работник вот этой вот конторки, там для хранения обуви, он говорит, типа, обувь можешь забрать с собой, главное ее снять. Ну, я ее снял, забрал с собой. А когда я туда подошел, то мне местные, значит, эти смотрители, сихи, сказали, что обувь, типа, можно пронести, но только в мешке, чтобы ее никто не видел. Типа, обувь несет грязь. Ну, скорее в плане таком, морально-этическом, да. И сказали мне, все-таки иди там, вот обувь оставь, и потом приходи. Да, в принципе, нет проблем. Я бы изначально ее оставил, но просто мне сами сказали, что не надо. Опять прохожу ту же самую процедуру, которую пытался пройти уже в первый раз, но когда просто обувь нес в руках. Сейчас прохожу заново. И вон знаменитый золотой храм Амрицара, видите? Итак, вот он, золотой Амрицарский храм, главное, святыня сихов. И обратите внимание, какая очередь из паломников к нему стоит. То есть попасть туда, ну, практически нереально. Тут люди занимают очередь чуть ли не с вечера, чтобы утром сюда зайти. Плавает рыбка, и трогать эту рыбу нельзя. Впрочем, как и купаться здесь нельзя. Кублика тут, конечно, и исключительно колоритная. Кстати, этот храм сделан исключительно из золота, то есть абсолютно чистое золото. А вот в этой части бассейна вот этого вот священного здесь умовень делать можно. То есть там вот возле храма нельзя, а здесь можно. Здесь, собственно, подходят люди, вот здесь вот мужчины. И вот там вот за стеночкой омовение делают женщины. И вот так вот они смотрят на храм и молятся. Если честно, тут не совсем понятно, что с фотографированием. То есть я когда там снимал на фото, на видео, ко мне пару раз подходили охранники такие красивые, с этими, с пиками, с такими, знаете, серьезными. И говорили, здесь снимать на видео, фоткать нельзя. Я говорю, ребят, ну тут уже все снимают. Тут реально стоят все, тысячи людей, все с телефонами друг друга фоткают, на видео снимают. Как бы я показываю, они говорят, а, ну окей, тогда можно. Я, честно говоря, не понял. Может, и денег хотели, там видят туристов, я не знаю. Вот. Но в целом храм шикарный, храм очень интересный. И сюда надо попасть. И очень-очень колоритные, очень приятные люди. Сикхи. Кстати, храм регулярно моют. То есть я тут гулял минут, наверное, 40. И за это время его мыли несколько раз. Вот смотрите. И со шланга моют, и полы моют. Вот там видно даже. Вот там, если присмотреться, видно, как в конце, там перед золотым храмом, там моют полы. В общем, чистота тут идеальна. Все услуги здесь абсолютно бесплатные. То есть хранение обуви, хранение одежды, чего бы то ни было, все абсолютно бесплатно. А для удобства паломников здесь еще и расписание всех. И автобусов, и поездов, которые прибывают сюда, в Амрицар. Сюда же каждый год прибывают миллионы сикхов, паломников. А вот здесь идет сбор подписи за освобождение сикхских политзаключенных, которые находятся в тюрьмах Индии. И, кстати, это повод отдельно поговорить об этом. Все, наверное, помнят, как в Индии расстреляли главу государства Индиру Ганди. Помните? В 1984 году, если не ошибаюсь. Расстреляли ее телохранители, которые были сикхи. И расстреляли ее не просто так. Дело в том, что в 1984 году, чуть ранее, перед тем, как, собственно, она погибла, она приказала армии, индийской армии войти сюда, на территорию храма. И даже не просто сюда, а вот туда, где сам золотой храм, и где вот этот священный бассейн. Поскольку там укрывалось несколько сот, как их называли, сикхских сепаратистов. Так их называли. То есть здесь велась определенная борьба за независимость штата Пинджаб от Индии. И здесь, кстати, была замешана советская КГБ. Это отдельная очень интересная история. Поскольку таким образом, ну, это одна из версий, Советский Союз пытался внести раскол и в отношения Индии с Пакистаном, и в американские планы в этом регионе. И всячески спровоцировать межэтнические конфликты. Ну, я так думаю, без американцев тут тоже не обошлось. Вот такие вот интересные вещи. Ну, и, собственно, расстреляли ее сикхи в отместку за то, что она позволила себе ввести сюда войска. В перестрелках погибло несколько сот сикхов и несколько сот, соответственно, индуистов и индийских солдат. Ну, в общем, эта кровавая драма не забыта. Ну, а настроения о независимости Пинджаба от Индии, ну, до сих пор тут имеют место. Поэтому, как я это сказал в самом начале, это такой самый сложный в плане политическом и в плане этническом штат Индии. Почему-то здесь запрещен ТикТок. А, например, Фейсбук, Твиттер и прочие. Это разве можно? Ну, Индия, страна чудес. А тут образовалась пробка из тук-туков. Смотрите, сколько их тут. Колорит во всей красе. Пробка, не пройти и не проехать. Ребят, реально не могу пройти. Вот посмотрите, что творится. Пробка. То есть даже людям невозможно пройти. Впервые такое вижу. То есть реально невозможно никак пройти. Даже пешком невозможно пройти. Не то, что проехать. Один из признаков Азии и Африки. Это вот такие вот хаотично спутанные провода. А вот здесь вот написано, что любой, кто продает алкоголь либо табак детям, будет посажен в тюрьму на 7 лет. Я, кстати, считаю, что это очень правильно. Индия, кстати, вообще отличается очень строгими законами. Молодцы. Как я уже говорил, тут бесплатное не только хранение обуви, но и, например, автобусы в аэропорт Амрицара. Видите? Вон, автобус золотого храма в аэропорт. Ну, молодцы, Сикхи. Ничего не скажешь. Ребят, вы не поверите, куда я сейчас иду. Я ищу компьютерную мышку. У меня сегодня утром на лэптопе упала на пол и сломалась компьютерная мышка. Я ищу магазин, в котором я смогу ее заменить. По пути, ища мышку, я прошел по Fishing Museum. То есть это музей разделения. То, что я вам рассказывал. В 1927 году, когда британская Индия разделилась на Индию, Пакистан, Бангладеш, Ильянму, Бирму. Шикарный, кстати, музей. Я в него пойду после того, как разберусь с мышкой. Мне здесь указали, есть вот пара компьютерных лавочек. Ну, лавочек. Ну, я надеюсь, там вопрос решится. В общем, ребят, мышку я нашел. Вот она. И стоила всего 2 доллара. Ну, сколько-то она у меня проживет, пока до дома не дает. Там куплю новую, нормальную. Вот. А у меня за спиной, собственно, пластичный музей разделения Индии на 4 государства, как я уже говорил. Сейчас я туда захожу и надеюсь, что он будет открыт. Обратите внимание, какой прикольный передвижной буфет. Вот таких вот тук-туков я еще не видел. В общем, я прошел через вот эти вот ворота, зашел во двор, и вот здесь, собственно, находится этот музей. Обратите внимание, что, как и везде в Индии, билет для местных жителей 10 рупий, билет для туристов 250 рупий. То есть в 25 раз дороже. Ну, несправедливо, ребят, честное слово. Народ, в общем, я даже не знаю, идти мне или не идти. 250 индийских рупий, но это достаточно много. И самое главное, что из интернета, из общения с людьми, я знаю намного больше про разделение Индии, чем я могу видеть в музее. Как вы думаете, стоит идти или не стоит? В общем, как вы уже поняли, я решил в музей не идти, пожалел 250 рупий. Я вместо этого иду, знаете, куда? Кобингарфорт. Здесь есть большая крепость, такая красивая старинная крепость. И, возможно, заплачу те же деньги, но, по крайней мере, я вижу большую интересную крепость. А что касается музея, ну, как бы реально все это можно почитать и в интернете. В целом, я вам скажу, здесь намного цивильнее, чем в других городах Индии. Даже цивильнее, чем в большинстве районов Дели или Мумбаи. Ну, наверное, потому что сихи. Кстати, сихи в Индии вообще считаются наиболее такой образованной и культурной частью населения. К тому же, заметьте, вся дорога асфальтированная, а в большинстве индийских городов, вот в каких-то таких боковых переулках, там асфальта нет и близко. Делайте со мной что хотите, но вот это вот я обожаю, вот эти вот беспорядочно спутанные провода, это просто великолепно. А знаете, как в Индии выглядит переход улицы? Ну, примерно как попытка самоубийства. Со всех сторон все едут. Полный хаос. Еще и автобусы присоединяются к этому ко всему. О, смотрите, тут автобусы. Тут же и Велорикса. Так, ну вроде бы я проскочил. В этот раз я выжил. Но мне еще надо пройти 800 метров для того, чтобы попасть в крепость. И когда я у местных спрашивал, как пройти крепость, я просто немножко запутался на базарах, всякие хитросплетения луч. И они сказали, иди до танка. Танк, сказали, танк. Ну, танк это звучит, как и, значит, емкость с водой. Это может быть и пруд, и это может быть и танк. Но последнее, о чем я думал, что это реально будет танк. Но я пришел правильно. В общем, как всегда, осталось перескочить через дорогу, и я уже попаду в форт. Все, я пошел, если смогу. Ну, пока что мне везет. Слушайте, прямо вот хотел вам показать, как тут сложно переходить, а тут переходить совсем не сложно. Мне повезло, но вот реально никого нет. А 5 минут назад было вообще не пройти, не перейти. Ребят, делаем ставки. В 25 раз дороже для туристов. Или только в 17. Сейчас проверим. Слушайте, случилось чудо. Билет стоит всего 30. И столько же он стоит для местных жителей. Поразительно, потому что музей, разделение Индии, стоил 250 и 10. То есть 25 раз разница. Я рано и обрадовался. Чудо не случилось. Вот купил билеты. В итоге это было не 30, а 300. А знаете почему? Я им показываю. Ну, слушайте, там же, говорю, 30 у вас написано. Он говорит, а это 30 для местных, а для иностранцев 300. Я говорю, а где написано, что для иностранцев 300? Он говорит, ну, это тут не написано, оно подразумевается. И достал мне какие-то бумажки, там показал, действительно написано 300. Ой, ну, что я вам скажу? Ну, мне кажется, так несправедливо. Ну, к сожалению, во многих странах, особенно таких, ну, третьего мира, вот такая вот разводиловка есть для туристов. Ну, мне кажется, для индусов это стыдно. Ну, пусть даже здесь и много бедных людей, ну, как-то так вот разводить на деньги на государственном уровне. Ну, разве это правильно? Вот, вы знаете, вроде бы 300, но это не бог знает, как много. На самом деле, по курсу это где-то 5 долларов, да? Это немного. Но просто непонятно, почему. Только из-за того, что у вас белая физиономия, да? Вы должны платить там в 25, в 30, в 40 раз больше. Я не знаю. Ну, ведь нигде же не в Европе, не даже в России, я не знаю, нет такого, что иностранцы платят больше. Такое было при коммунизме, но сейчас, насколько я знаю, такого уже нет. Вошел, знаете, что смешно? Мне в кассе говорят, у вас, значит, билет, он, конечно, дорогой для туристов, но у вас включено шоу. Какое-то шоу. Но когда я заходил сюда, вот уже в сам форт, там стояли охранники на входе, но я их не мог снимать, да, потому что это полиция. И они говорят, о, ваше шоу? Я говорю, да, да, шоу сегодня не будет. Ну, то есть, получается, люди платят за шоу, которого не будет. Я подхожу к форту, за который было уплачено 300 рупий, включая какое-то шоу, которого не будет. Ну, форт интересный. Окружен таким двойным рядом редутов, стен. Вероятно, тут когда-то была вода, но во времена уж очень-очень сильно стародавние. Я тут вижу, со времен короны, все еще сохранилась табличка, смотрите. За этой точкой вход исключительно в масках, видите? Хм, прикольно. Вот тут вот карта форта. Так, судя по всему, мне надо поворачивать вот туда. Вон там вот вход. Так, первое, что видим мы, входя в форт, Prisoner Cell, то есть камеры заключенных. Ну, не знаю, видимо, это камеры заключенных. Так, и здесь что у нас? Лесенка уходит куда-то наверх. А здесь, что еще одна камера заключенных? Ну, фиг знает. Это, видимо, история сикской борьбы за свободу, начиная от стародавних времен и тому положению, которое сикки сейчас занимают. В Индии каждый третий генерал, он сик, при том, что в целом сиков в Индии менее 2% населения. Ну, в общем, внутри форта здесь больше такой парк. То есть это, получается, не музей, это вот больше парк, где люди гуляют, кушают в ресторанах, отдыхают в парке. Ну, вот что-то вот типа такого. Вот интересно, не настоящий или нет? Просто замерли. Так. Ой, точно, а он настоящий. Верблюдик, ты настоящий, ты прикольный. Вон какой он прикольный. Видимо, обычно проводится шоу, за которое уплачено в билете, но которого сегодня не будет. Ну, вот такой вот, ребята, форт. Честно скажем, не бог знает что, но, скажем, для галочки я сюда пришел. Ребят, тук-тук это прекрасная возможность посмотреть город, прокатиться. Ребят, тук-тук это прекрасная жизнь. Я из крепости ушел, потому что там больше делать нечего. Я приехал смотреть индуистский храм, самый красивый в Амельцаре. Храм находится вот в этом вот здании. Вот здесь продают всякие сладости для желающих перекусить. Но я бы не рискнул, честно говоря, это есть. Непонятно, сколько оно здесь лежит под солнцем. И вот здесь вот расположен этот храм. Это уже индуистский храм. То есть как бы из сикской части города мы попали в индуистскую. Продолжение следует... В общем, ребят, я решил немножко срезать дорогу и побыстрее дойти до моей гостиницы. И смотрите, на что я тут наткнулся. Вот у меня за спиной прямо свиньи, видите? В центре города практически. Ой, я даже испугался. Тут просто мотоциклист едва не наехал на свиней. Вон, смотрите, сколько тут свиней. Вон, лазет куча свиньи вместе с собаками. В общем, на этом на сегодня туристическая часть прогулки по Амрицару закончена. Уже просто темнеет. Я уже поеду в сторону центра города, мне еще надо поужинать. И потом я пойду в отель спать, потому что завтра утром я еду на индо-пакистанскую границу смотреть очень прикольное шоу. А пока, ну я, может быть, еще вернусь и покажу, что я кушал на ужин.